Hello everybody! Мы решили посидеть под Сакурой, соответственно, устроить себе пикник, и сегодня с утра, когда мы завтракали, а рядом с нами сидела пожилая пара, и я рассуждал о ценности момента, постараюсь объяснить, что имею в виду, значит, здесь можно наблюдать людей абсолютно разного возраста, о чем это говорит? Я прекрасно помню, когда я еще собирался приехать в Японию, и на дистанции для меня это время выглядит, по сути, как будто вчера. О чем это говорит? Каждый год люди ждут, люди в предвкушении цветения сакуры. По себе могу сказать, что когда наступает весна, я смотрю внимательнее более на деревню. Честно говоря, я начинаю еще с февраля, я думаю, потому что цветет слива, и она более такого нежно-розового цвета. Мне тоже нравится очень это цветение, я считаю, что его тоже не стоит обходить стороной. Но это время пролетает, то есть проходит в феврале, я понимаю, что вот-вот скоро будет зацветать сакура, проходит, по сути, март, сакура цветет, и ее цветение происходит настолько быстро, что не остается ничего, кроме как начинать ждать следующего сезона. И мое самое любимое цветение, это как раз вот этот переходный момент, его на этом дереве хорошо видно, это когда появляются зеленые, совсем молоденькие лепесточки, и они еще в сочетании вот с этими белыми цветочками, в общем, выглядят все красиво, и вот сочетание этих двух цветов мне нравится больше всего. И далее, если меня спросить, сколько раз я видел цветение сакура, мне нужно подумать, чтобы посчитать. То есть время пролетает настолько быстро, что я уже точно не могу сказать, сколько времени я в Японии нахожусь. И смотря на этих пожилых людей, у меня возник вопрос, насколько быстро настигнет меня это время, когда я буду уже пожилой или даже старый. Сидеть и также смотреть на сакуру, которая будет циклично зацветать, ни на что, по сути, это не влияет, ни от кого это не зависит. Сакура живет своей жизнью, деревья живут своей жизнью, жизнь живет своей жизнью, мы тоже живем своей жизнью, да? Еще последние пару дней как-то погода у нас испортилась, и местами дожди идут, прохладно, потому что если бы было тепло, солнечно, и погода прям располагала к тому, чтобы люди выходили на улицу, здесь бы было слопотворение людей. Это безусловно. Было бы так много людей, что здесь бы не было возможности пройти, хотя сегодня, скорее всего, мы поедем в Йоги-парк прогуляться как минимум, мы, возможно, тоже устроим себе там ханами. Очередь в туалет и будет растягиваться метров на 50, а то и 100, и это без преувеличения. Огромное количество людей. Есть тесто, да, пожалуйста. Потому что сейчас всего лишь 11 утра, и я думаю, что до обеда тут будет. Я бы сказал, что уже 11 утра, это мы уже подходим к восприятию времени, насколько все относительно в этом мире. Не знаю, но я имею в виду, что к обеду будет более заполнено, потому что многие пришли только заниматься мясом. Нархудо. Но там, на самом деле, были разметки даже, то есть некоторые люди, видимо, себе заранее бронировали, по сути говоря. А еще лишний раз хочу отметить, что в Японии разрешено пить алкоголь в публичных местах, и никаких с этим проблем нет. Мне это очень нравится. И как раз вот эта коллективная солидарность и ответственность общества, она настолько дополняет не без того красивое цветение сакуры, то, что люди действительно проводят время, отдыхают, выпивают, кто-то, возможно, слегка буянит, кто-то делает какие-то не самые разные вещи, и, конечно, по итогу все это убирается, и, по сути, пойдем здесь пройдем. Или ты хочешь не спройти? Нам в магазин нужно еще дойти. И, по сути, да, убирать, как такового, много не остается. Каждый после себя в основном убирает, да. В йоге-парке, опять же, все это в сравнении, там будет, ух как, там будет огромные горы мусора, но это из-за количества людей, конечно, то есть с этим ничего не поделать. Там не сотни, там тысячи людей, то есть там сверху будет все такое белое, красивое, укутанное в зимние цвета, такие нежные, белые, такого чистого, мягкого снега, а снизу все будет украшено синим полицленом пластиковым, что-то типа такого, перетяжками такими. Мусора, они образуются вот в зоне для этого местах, то есть там уже приезжают специальные люди, и они знают, что в это время года им предстоит разбирать и сортировать, потому что они не все в состоянии сортировать. А на выходе из Ханаги-парка люди уже занимаются трудовыми посевочными работами. В детстве у меня такие работы, честно говоря, не приносили особого удовольствия, но теперь я понимаю, сколько в них хорошего и позитивного, поэтому хочется верить, что все впереди. Спасибо. Спасибо.